Здравствуйте! Тут вот во время моей беседы с киноведом Фишкиным он рассказал про свой разговор, свою беседу с неким, с польским товарищем. Ну, беседа легко у них проходила в силу того, что польский товарищ хорошо владел русским языком, а вот она тяжело проходила на самом деле, потому что тематика такая была. Вот почему вы, русские, сказал он Фишкину, не восставали, не протестовали в 80-м году против советской власти, вот тогда, когда у нас, значит, бушевала солидарность. Ну, понимаете как, так сказать, Фишкин я не знаю, что он им ответил, мне он комментировал это так, ну, могли же посадить, будешь выступать, значит, тебя с работы уволят, вот всё закончится. Всё так-то оно так. Но вот тем не менее, ведь другие государства, так сказать, протестовали, и в ГДР были протесты, и в Польше, ну, в Чехословакии это известная вещь, в Венгрии было вообще, помните, Будапештские события 1956 года. Вы знаете, нельзя говорить так вот, что в русские и все другие народы вот этой советской империи, скажем так, они находились в разном положении. Вы знаете, в Советском Союзе, ведь, в общем-то говоря, в таком вот антисоветском, антицентральном движении, в значительном количестве были замешаны национальные окраины, как это называлось, бывшая Российская империя. С ними пыталась центральная власть как-то вот наладить разговор, да, всё как-то погасить проблему, решить, да. Вот после протестов ещё 50-х годов в Польше, да, Польша, как сказал мне Фишкин, стала самым весёлым бараком в нашем соцлагере, да, вот так вот он сказал. Вот, ну и другие страны тоже, потому что, да, другие республики советские, то же самое, чуть чего, сразу националистические движения, оно и внутри России то же самое. Пожалуйста, известные события в Якутске, мне они так и неизвестны, но такой термин был, после известных событий в Якутске, после известных событий в Алма-Ате. Вот, ну вот, например, в Татарстане тоже, Татарстан у нас на особом положении, про особое положение Чечни, ну, это уж знают все у нас, да, вот на особом положении. А вот у русских как-то это особое положение не возникает, и надо сказать, что, вы знаете, вот верный способ развалить Россию до конца, это, конечно, ещё устроить русский национализм. Тогда всё развалится абсолютно до конца, и пострадают большей части русские, потому что русские живут по всей территории Российской Федерации. И после развала они там будут чужими, как ни крути. Ведь и сейчас тоже значительное количество русского населения осталось в других республиках. Ну, им там не всегда рады, скажем так, мягко говоря, не всегда им рады. Нам нужны рабы и проститутки, русские оставайтесь. Ну, то есть им не очень рады, приглашают остаться. Ну, вот печально, но так, но так вот, да. Так вот, я им что хочу сказать. Не понимаете, в чём дело? Русские, да, очень протестовали против советской власти. У нас, знаете ли, была гражданская война. У нас были послевоенные крестьянские восстания, вот, которые вот всяко... На них отреагировал Ленин тем, что ввёл НЭП. То есть он фактически сдался, он отказался от социализма, от идеи мировой революции. Он, значит, отреагировал вот НЭПом, новой экономической политикой. То есть сбавил планку. Потом народ немножко поутих, и опять нажали уже при Сталине после 1928 года. Значит, раскулачка коллективизации. Ну, это по всей стране касалось, конечно. Ну, вот если на вот эту раскулачку и коллективизацию Украина отреагировала очень, так сказать, мощно, и на эту её реакцию центральная власть мощно отреагировала, изъяла весь хлеб до конца и устроила там голодомор. Ну, в России тоже было голодно и голодоморно, потому что тоже забирали всё до выгреба, чтобы на рынке, где зерно подешевело, чтобы его продавать, чтобы, значит, финансировать производство, покупку оборудования для новых заводов, оплату услуг специалистов для монтировки, монтажа этих, этого оборудования. Ну, в общем, вот такие вот страшные вещи были. Так я ещё хочу сказать, бунтовать-то можно. Вот хорошо обычно бунтовать, если ты не русскоязычное население. Тогда тебе что-нибудь дадут. За счёт кого? А вот за счёт русских, простите меня. То есть вот это вот можно было выйти из положения. Вот есть такие вот страны, которые такие вот, благодаря им держатся, на них что-то держится. Вот на русских держался вот этот вот Восточный блок. Ну, на них держался, на них. Я понимаю, что советская власть из всех сосала соки, но если она так вот, бывает, высосет в другое место, перельёт, то вот русским никогда ничего не переливалось. От них только высасывалось. Это всё было. Вот. Здесь такой ещё народ, американский народ. Из него тоже, вроде, сосут соки, потому что, ну, помните, кто выиграл Первую мировую войну? Ну, Америка в чистом виде. И причём она интересна очень, что она потом её плодами-то не воспользовалась. Она просто отказалась участвовать в подписании решения Версальской конференции. Она говорит, это грабительское, это нехорошо, этого делать не нужно, сказал американский президент. И ничего не подписали. То есть она даже не воспользовалась, так сказать, правом победителя, так сказать, диктовать какие-то условия послевоенные. Вот её мнение не совпало с мнением большинства её союзников. И на неё положили с прибором, да. Несмотря на то, что, ну, кто. Когда в 1917 году, в ноябре уже, да, в Австралионгере готова была на сепаратный мир, и, соответственно, всё разваливалась, вот эта вот ось центральных держав, да, вот эта вот, то война должна была закончиться. Нет, вот спасла войну в Октябрьской революции. Война ещё продолжилась год. Но этот год победили благодаря тому, что приехали воевать американцы, да, такие сытые, довольные. Бабы в библейском поясе ещё нарожают, да. Ну, мы, конечно, всегда под впечатлением наших потерь, там, 20 миллионов, это ни в какое сравнение не идёт с ничьими другими потерями. Вот, но, тем не менее, это вот мощные потери. Они тоже хорошо откатались и в каком-то положении. Но, а вот американцы за счёт чего хорошо живут? За счёт русских всё делается, за счёт американцев всё делается. А дело в том, что в Америке им повезло, у них есть надёжные вещи. Это называется госдолг США. В него всегда вкладывают деньги. Вот если вы хотите накопить деньги в советское время, куда вынесли деньги? Вынесли их в сберкассу. В сберкассу. Ну, существовало, в общем-то, государство эти деньги, она изымала к себе, да. А вот там, значит, вкладывается в госдолг США, облигации казначейства США покупаются, да. Вот завелись у вас лишние деньги, вы покупаете, значит, хотите скопить. Покупаете облигации. Потом, когда вам нужно их потратить, вы их продаёте и тратите. Понятное дело, что в сберкассе мы копили там на покупку фотоаппарата, велосипеда, автомобиля, да. Вот, на постройку, так сказать, банки на дачном участке. А там копили на какие-то крупные государственные проекты, да. Вот они, стабилизационный фонд какого-нибудь государства. Раньше наш там стаб-фонд обретался, а теперь вот он там не там. Он теперь уже у нас не может в их более-менее доходных облигациях находиться. Приходится в европейских с отрицательной доходностью его хранить. Но с учётом инфляции она и вовсе отрицательная. Ну, беда, но тем не менее это так. Вот, вот я вам попытался это рассказать. То есть, в принципе говоря, русским-то бунтовать себя дороже. Вот побунтовали мы в 91-м году. Да, вопрос решился. И даже мы кое-что получили. То есть, ну, то, что уже имели. То, что у нас были, вот, у меня ничего этого не было. Были у людей квартиры в использовании. Они смогли их приватизировать. При желании смогли продать. Ну, при большом желании людей, которых купить, а их мы просто вышвырили из квартир. Там они подписывали бумаги всякие. И их переселяли в какой-нибудь дачный участок, который провели как жилой дом. Вот они так вот, такие трюки делали в своё время. Ну, вот как-то так вот всё это дело происходило на белом свете. Вот, ну, русским просто бунтовать не против кого. А взаймы нам не дадут. Всё за наш счёт решалось тогда. Вот поэтому американская империя жива, а российская империя сдулась. И русские ещё оказались в дураках. Ну, соседи-то и смотрят, что что вы, русские, не бунтуете. Американ, кстати, бунтуют. И результаты их бунта потом компенсируются, понимаете, этими займами международными. Все в восторге дают, все вкопят в виде того, что вкладывают в Америку. Америка тратит эти деньги. А мы соревнуемся, кто больше заплатит. А Америке, говорит, нам больше не нужно. Покупай на вторичном рынке. Облигации, вот, бывает, хорошо стоят. К нулевой доходности приходит. Такая цена у них большая, что... Дай бог выручишь потом эту цену, когда будут гасить облигации. Ну, извините, что я что-то сумбурно поговорил. Я от облигаций своей не распространяю. Я живу на ваше подаяние. Напоминаю вам, что внизу у меня есть реквизиты для ваших пожертвований. И Сбербанковская карточка, и Донейшин Алярс, и Пайпал. И можете стать спонсором его канала на Ютубе. Я очень много произвожу контента. По желанию публики я не могу его весь выкладывать в открытый доступ, части из него находятся вот там и такая вот коллекция. Они ждут своего времени для появления на свет. Вы можете смотреть. Я вас уверяю, спонсорство стоит отнюдь не так дорого, как вы думаете. Посмотрите, там есть дешёвое очень спонсорство. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания, всех вам благ. Пока. Сейчас кнопочку нажму, и всё погаснет.